В главных ролях Конченый идиот Самый сексуальный мужик в мире Горячая чикса Злодей-британец Так себе шутник Пубертатная язва Какой-то мужик Говнюки Недопонятые гении Всем привет, с вами Ванделей И мы возвращаемся к МВ3 Пауке Потому что у меня для вас есть новая порция Интересных пасхалок, глупых ляпов И просто интересностей по данной игре Уверен, сегодня вы узнаете много нового Но прежде чем переходить к пасхалкам Поговорим о мультиплеере Ради которого все и покупают сейчас Call of Duty Но не всем удается нормально в него сыграть Виной тому слишком высокий пинг И что же теперь терпеть и страдать? Нет, решение есть Gear Up Booster Выбирая соединение с сервером в игре Многие считают, что на каждом континенте Есть только один большой сервер Например Европа Но это не совсем так Игра случайным образом распределяет пользователей По различным подсерверам Таким как Европа-Англия, Европа-Италия И так далее Которые могут находиться далеко от вашего города Если вы, например, живете не в Англии Поэтому иногда пользователи испытывают задержки и скачки Даже если интернет-соединение достаточно хорошее Gear Up гарантирует наилучшую и стабильную работу сети При подключении к любому серверу Северной Америки или Европы Gear Up имеет полный доступ К сетевым операторам и игровым серверам По всей Европе Чтобы обеспечить наилучшее соединение в любое время Вас ждет простой интерфейс Всего один клик и ваша игра ускорена Вам не нужно ничего настраивать Раз и задержки перестанут беспокоить вас Во время матча И, конечно, Gear Up Booster является полностью безопасной программой Многие профессиональные киберспортсмены Тоже используют Gear Up Так что переходите в описание Скачивайте Gear Up Booster и проверяйте Насколько удастся вам понизить свой пинг А мы переходим к интересностям третьей МВ Начнем с самого смешного Ранее я обращал внимание, что пара персонажей Созданы с тех же актеров, что принимали участие в ангарде Так вот, актер, сыгравший конгрессмена Также сыграл одного из трактористов На самолете Что? Какого фига? За Макаровым стоит сам конгресс? И время строить бредовые теории? Кстати, совершенно непонятна реакция обычных людей в этой миссии Которые то тригерятся на нас с пистолетом То вдруг все снова спокойно И на героиню надевают жилет Потом в этом жилете мы проходим мимо кучи усыпленных людей, я так понимаю Но другая часть салона об этом почему-то не знает Ладно, не будем искать смысла там, где его нет Лучше присмотримся к верданской футбольной команде Под названием Искры Она имеет логотипы, явно скопированные с ЦСКА Можно даже считать, что это аналог ЦСКА в мире игры Уровень на AC-130 подписан так Будто мы играем за самого Филиппа Грейвза Но это не так В этой миссии Грейвз не является стрелком AC-130 Также этот уровень настолько скопипащен с аналогичного в МВ-2 палки Что авторы даже не поменяли координаты Которые высвечиваются на экране Как будто мы не в Урзакстане, а снова в Мексике А в заставке этой миссии у Грейвза за спиной В воздухе летает какой-то квадратик Кажется это просто элемент интерфейса Или типа того Оставшийся с процесса создания ролика То, что Кацены делали в спешке Мы уже убедились на примере обрезанного приклада у Фары Подробнее в предыдущем ролике В мультиплеере есть карта Subbase Происходящая в Петропавловске Это ремейк той самой карты Известной под кодовым обозначением Что ты наделал, прайс? Однако с тех пор многое изменилось Ведь на карте можно найти бочки с новой 6 Ох, это объединение канонов МВ и Блокопса Это вот каждый раз ножом по сердечку А еще здесь есть некий груз 451 Не думайте, что это неизвестный фильм Блабанова Это знаменитая пасхалка С упоминанием числа 0451 Начавшаяся с игры System Shock Многие думают, что это отсылка на 451 градус по Фаренгейту И я тоже долгое время так думал Но оказывается это просто совпадение Пасхалка пошла от того, что 0451 Это был код на входе в студию Looking Glass Той самой студии создателя Серии FF и System Shock И с тех пор эта пасхалка качует по многим другим играм Помните, цистерна не то, чем кажется На самом деле это опасные машины А вот один из фанатов заметил, что разрабы Поставили здание на карту неправильной стороной Из-за чего лицевая сторона смотрит туда, в сторону пустоты А нам видны все эти пустые окна Что действительно радует, так это Возвращение карты Терминал Происходящей в международном аэропорту Захаев Эта карта буквально возвращает нас в 2009 Так как в основном в игре надписи на русском Как правило, выглядит адекватно Но здесь есть постер Абстрактный мобайл Бог ты мой, это же тот самый промтовский Божественный русский из оригинала А помните книжный магазин? Он снова есть в том же месте Но теперь это место для чтения Но на этот раз это не ошибка перевода И почитать есть что? Например, бестселлер Адрика Сидорова Но это ладно А вот, вонючий Игорь Извиняюсь перед всеми Игорями, которые смотрят этот ролик Хотя извиняться должен автор этого шедевра Ева Петров На бошке мы видим кучу зайцев С красными прищепками на носах Видимо потому что пёс Игорь вонючий Я ещё не сразу понял, что эти кровавые полосы на лицах это прищепки А вот волны тундры Автор Олески Волков О нет, ещё один Волков в серии Колды Ну ладно, я понял Авторы загуглили русские фамилии А вот русские имена не смогли Такой роскоши ждём в Колде только ещё через 10 лет На верхней полке стоит книга История Нужна ли мировая война или ошибка Т-34 Лучший танк войны Блин, даже здесь накосячили Почему Т с маленькой буквы? И снова корявый русский Танковые сражения, сделавшие войну Всё это на фоне высадки американских солдат Рекламный щит Концепция МОЛ По-русски тут должно быть написано ТЦ Концепция Но это не русский Это божественный русский А вот и причина существования всей игры Высококачественный ремейк автомата с напитками Освежающий Не передать словами восторг От обновлённой версии знакомого по оригиналам автомата Правда ассортимент напитков обновился На выбор есть Диет Чай со льдом Квас И даже жёлтый Бургер Товн тоже вернулся В нём продаётся Голодный медведь двойной чизбургер с беконом Что бы это ни значило оно стоит 1000 рублей Типичный завтрак русского Я вот каждое утро начинаю с голодного медведя за косарь Не это шикарно Подаётся в заведении и картошка фри Делают её прямо сразу из мешка С нечищенной немытой картошкой Просто высыпают И давай нарезать А потом в масло Всё по заветам комиссара Летлёва Есть на карте и самый настоящий медведь Уж не знаю голодный или нет Но это обновлённый вариант мишки со звёздочкой Это даже не пасхалка А просто приятная деталь Мишка сидит на видном месте А вот духи её аромат не завезли Тут упущение Пасхальная реклама вымышленного смартфона от Activision Испытайте цвета как никогда раньше Современная оптика 6К видео Со скоростью 480 кадров в секунду Правда реклама 20-го года Уж не знаю стоит ли доверять такой рекламе Другое дело когда реклама простая и понятная Вот камера Точнее камепа В общем просто и понятно Что ещё Аэропорт Захаева якобы построили в 2003 Напомню что в оригинале его так назвали явно только после смерти Имрана в 2011 Когда и началось возвеличивание Захаева И ему даже открыли памятник Памятник с очень странным гербом Советского Союза С крыльями Что? Откуда здесь крылья? Дизайнер ты чего? А вот главный антагонист первого Блокопс Никита Драгович Заделался актёром И снимается в фильме Точка спавна А вот что здесь рекламируют я даже хз Но честно говоря выглядит жутко Далее биодота На уровне в Сибири у солдата Кони Которого убивает прайс Видна нашивка Кони из прошлогодней колды С мечом и крыльями Хотя в этом году у Кони произошёл редизайн И новая нашивка выглядит иначе На карте Хайрайз есть англоязычные постеры Как на карте Терминал И вот что интересно Постер нажмите дважды Это кривой перевод названия Дабл Тап И это отсылка к перку Двойной Выстрел Из зомби режима Но в бете на постерах было написано Нок-нок Тук-тук То есть пасхалка на зомби режим Была добавлена в последний момент Висят постеры в офисе Эктибейс В вымышленном базированном варианте Эктивижн В игре можно встретить граффити Бесплатная игра И нет, это не стёб над тем, что игра стоит 70 долларов Это корявый перевод выражения фри гейм Обозначающего лёгкую катку Аналог ГГ Тут вообще много таких граффити Выстрел в голову, то есть хадшот Кемпинг запрещен Имеется ввиду кемперить запрещено То есть крысятничать по углам А в итоге как будто запрещено разбивать палатки И граффити одной пулей Это перевод слова ваншот Особенно много таких граффити на Сухумском вокзале Тут конечно не все буквы остались Но видимо это копирка именно Сухумского вокзала в Абхазии Впрочем на этом схожесть заканчивается Ещё, несмотря на то, что на карте терминал стоит Бургер Таун В Урзакстане находится его местный аналог Бургер Град Интересный факт В 2019 году один из настоящих ресторанов Бургер Кинг Переделали на время в Бургер Таун В рамках рекламной кампании Первой МВ Вообще советую почитать вот эту статью О 50 малоизвестных фактах в колде К юбилею серии На карте скрэп ярд Можно обнаружить ненарочное послание Что эпоха хороших Клов Дьюти ушла Знаете ли вы, что в колдах Есть повторяемая пасхалка с жетонами В МВ3 на жетонах было написано Саймон Голстрайли Что логично, ведь это жетон погибшего бойца Так что теперь вы знаете, что все это время В МВ3 вы собирали жетоны Голстов А во втором Блокопс Жетоны Виктора Резнова Ну а в третьем Блокопсе Было написано имя исполнителя За которого играл погибший Но вот в МВ3 Пауке на жетоне написано просто Следжхаммер Название компании разрабов А вот на карте Раст Есть какая-то табличка на арабском Здесь написано Ответственный за пожарную безопасность товарищ Используется слово Рафик В арабском означающее товарищ компаньон То есть авторы просто перевели Табличку с русского на арабский И конечно не могу не рассказать О пасхалке под названием Оут Леди В 2010 на канале Dead Ace Films Вышло видео розыгрыш О том, что якобы в МВ2 Есть пасхалка со старушкой Если мы прострелим ее дверь То якобы появится рассерженная бабулька Которая убьет игрока Этот фейк был сделан настолько профессионально Что очень многие поверили в него И пытались пасхалку повторить На этом автор не остановился И сделал еще три видео О старушке в МВ3 Бросающей на нас гигантскую курицу Убивающую игрока О старушке якобы появляющейся из танка На карте первого Блокопс И даже есть видео С повторением этой пасхалки в реальной жизни Но такой лютой популярности Как первое видео Продолжение не получили В общем, фейковая пасхалка Стала мемом в комьюнити И фанаты раз за разом просили авторов Добавить ее в игру Год назад ютубер мистер Делек Джей Ди В очередной раз зафорсил эту просьбу И старший продюсер МВ2 Внезапно отреагировал на нее А еще человек под ником Ральф Известный своими инсайдами В ответ скинул подмигивающий смайлик Типа все будет И вот после этого игроки ожидаемо себе нафантазировали Что пасхалка будет серьезная Чуть ли не с полноценной моделькой бабульки Которая откроет дверь Но авторы ограничились низкокачественной текстурой Спрятанной за деревяшками на карте Андерпасс Чтобы не оставлять следов от пуль Можно бросить две гранаты И все деревяшки отлетят А мы увидим тот самый кадр из видео Когда бабулька возвращается с пушкой Как бы здорово, что оно вообще есть Но фанаты ожидали большего, чем 13 пикселей По одному за каждый год ожидания Перед выходом игры все мы посмеялись с наколок Макарова Которые были такие вычурные И еще и на псевдо-старорусском Так вот, на канале Дэн Эллен Гейминг Прошел стрим с актером, сыгравшим Макарова И он рассказал, что авторы нанимали Двух российских художников Которые специализируются на тюремных наколках Стрим классный, советую посмотреть Мне нравится мрачный жнец с черепами Но мне также нравится та, что справа Я думаю, это был Феникс Ты знаешь, у него на каждой руке По леопарду и скорпиону О, чувак, волк на спине, тоже потрясающий Но да, они, понимаешь, они рисуют их А потом печатают, а потом наклеивают на меня И это занимает пару часов И потом я не мог ничего надеть поверх них Чтобы они не стерлись Так что я целый день ходил топ-лес по этому подземелью На этом же канале есть интервью с Романом Варшавским Сыгравшим оригинального Макарова В 80-е годы было очень тяжело Рокки только что вышел в свет Так вот, я определенно был маленьким русским мальчиком Ками И я ненавидел Америку Правда? О, да О, я ни слова не говорил по-английски Я помню, как меня научили говорить Привет, меня зовут Роман Я был так счастлив Когда я рос в России, я был в некотором роде избалованным ребенком Но это не значит, что у меня было все Так что у меня было очень прекрасное детство, когда я рос в Москве А еще знайте, Роман озвучил некоторых персонажей серии «Метро» И по традиции завершающая часть видео с мемами На этот раз на их фоне буду жаловаться на зомби-режим Он тут, конечно, ну такое Сначала пара слов про синематик В альтернативной сюжетной линии зомби Сын Захаева со словами Вы все все равно скоро сдохнете Выпускает эфир, или что это, простите, не шарю На улице Урзыкстана После чего показывают любимого Чева Соупа И на этом лучшая часть зомби заканчивается И начинается сама игра На большой карте в Урзыкстане, которая поделена на три зоны Окраина города со слабыми зомби Зона ближе к центру, где уже сложнее И центр, где опаснее всего По всей карте разбросаны контракты Которые нужно выполнять Это задание Сопроводить транспорт Постоять на время у сейфа Уничтожить эфирные споры И все такое И вот это геймбой Бегаем по карте и выполняем контракты И на мой взгляд Ужасная проблема этого режима Это слишком большая карта На которой вообще нечего делать Когда вы бежите от одного заказа к другому Тут даже музыка на фоне не играет Тут и там неохотно И очень часто багуя об геометрию Влезают зомби Но по ним даже не хочется стрелять Потому что это зомби На открытом пространстве И они вообще не представляют угрозы Только если вам попадется Какой-нибудь мини-босс А вот кто опасен Так это боты Не зомби Обычные бойцы Захаева Снайперящие вас На том же открытом пространстве Ведь именно этого Не хватало зомби-режиму Обычных ботов Вообще при желании Режим играбельный Конечно Ведь это копирка режима Коудвора Вот только у меня язык не поворачивается Назвать это зомби-режимом А ведь если не ошибаюсь Преподносили его Именно как тот самый зомби-режим За создание которого Ответственны Троярки И все мы понимаем Что после такого Ждешь чего-то большего На заметку Зомби в Коудворе мне нравятся Во-первых там то есть Классические раундовые карты Во-вторых Весь этот режим в Коудворе Тоже не похож на так называемый Оригинальный зомби-режим Да каждый следующий зомби-режим Не похож на предыдущий Так что дело не в том Что раньше было лучше А в том что зомби в МВ-3 Это просто скучный недорежим Явно добавленный для галочки Кстати интересный факт Зомби разрабатывали Еще для МВ-19 года Но потом режим отменили И только сейчас мы узрели Что стало с Урзакстаном На следующий же день После свержения Баркова Сразу же настала анархия И апокалипсис Шутка если что Наконец интересно провести параллель С зомбями Вавки Где зомби-режим Ну надо же Тоже собран из материалов Мультиплеера Нахдерон Тоттен Это тупо бункер с аэродрома Ферюкт тоже МП-карта И эта же психбольница Бывающая в компании Вот Синонума и Дерайза Это уже оригинальные карты Но и они создавались На основе МП-карт Так что вторичное использование Ресурсов мультиплеера Это тоже не проблема Сама по себе Важно то как разработчики Адаптируют МП-карты Под зомби И как наполнят карты контентом Включая в идеале И визуальное оформление Но поиграв в зомби МВ-3 Я пока могу сказать Что эту работу Кажется вообще не проделали Впрочем Есть надежда Что с обновлениями Режим станет лучше Кстати с первым сезоном Завезут обновленный вариант Оружие Врил С карты Call of the Dead Первого Блокопс Примечательно что Датамайнеры Нашли это оружие Еще за пару дней До анонса И казалось что оно зеленое Потому что не хватает текстур Но нет Оно просто зеленое Ну что же На этом ролик подошел к концу Если вам было интересно То оставайтесь на канале Переходите в плейлисты И смотрите предыдущие ролики И конечно присоединяйтесь К группе ВКонтакте И Дискорд серверу А с вами был Ванделей Все тайное станет явным